МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Держи. Маловато будет. Как договаривались? Расходы возросли. А не много ты себе стал позволять? Царек уездный. Значит так. Либо в этом конверсе будет вдвое больше суммы, либо участок под застройку достается другому подрядчику. Все. Ладно. Найдем мы на тебя управу. Привет. Свинья задремала. Ужин готов? Конечно. Я сейчас подогрею. Подожди. Ты что, пила? Где? Петь, ну я же сказала тебе, что поеду к Наташе. Мы одну бутылочку вина открыли, вот и все. Петь, ну правда. Что это? Ты врешь мне? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взрыв произошел сегодня в 2015 в квартире, которая принадлежит Рязанову Петру Андреевичу, 50 лет. Чиновник в районной управе. Председатель комиссии по градостроительству. В результате взрыва погибла супруга Петра Андреевича, Рязанова Валерия Эдуардовна. 30 лет, уроженка Твери, домохозяйка. Значит так, опера уже на выезде. Имейте в виду, преступление совершено общественно опасным способом, поэтому задействуем особые протоколы. Номера телефонов фигурантов на прослушку. И отслеживаем все коммуникации вокруг этого дела. Переписка в интернете, социальные сети. Короче, все. Есть, Андрей Владимирович. Есть. Сквозняк. Зачем окно в ванной? Все, я закончил. Можно запускать санитаров и криминалистов. Петр, у нас к вам есть несколько вопросов. Поваляйтесь. Как это все произошло? Я вернулся домой с работы. Лера спала, а он на том диване, укрытая пледом. Я включил свет. Она проснулась и пошла в ванную. А потом... Вот. Ну ясно. Подозрения есть какие-нибудь? Кто это Макс Зелли? Да не знаю я. А может, это как-то связано с вашей профессиональной деятельностью? Ребят, я вам говорю, я не знаю. Здесь народу столько. Я пойду посмотрю, как бы не сперли чего часом. Ну и что. Пойдем-ка посмотрим. Запись с камеры. С подъезда. По-моему, он пока не отошел от шока. Странно. От шока не отошел. Да я в шоке от него. Такое горе у человека случилось, а он переживает, что у него тапочки стачат. Да. Странно. Готово. Есть прием? А, камера есть только на подъездах. Двор не просматривается. Но камера на подъезде Рязанов в рабочем состоянии. Да что толку? Мы же не знаем, когда был восстановлен взрывной устройство. Да, плюс у нас есть видео только за последние пять суток. Больше не вмещают жесткий диск службы охраны. А сервер? На сервер ничего не сливалось. Так, ну давай для начала осмотрим все сегодняшние записи камер наблюдения. Найдем на них Рязанова и его супругу. Если взрывное устройство было сегодня установлено, нужно понять, когда их дома не было. Так, вот, Петр вышел в 14.22, Валерия вышла в 16.01, Валерия вернулась в 19.03, Рязанов в 20.12. Стоп, подожди. Почему Валерия вышла в платье, а вернулась вот в джинсы к толстовке? Точно. Слушай, давай я попрошу ребят пробить по локализации у мобильного телефона, где она находилась. Так, а вот теперь, Орлова, давай рассуждать логически, ты уж извини. Значит, мы с тобой не знаем, было взрывное устройство с дистанционным управлением или сработало по таймеру, так? Так. Но? Но. Рязанов пришел домой, сразу через две минуты случился взрыв. А жена его была дома уже больше часа. Да, и Рязанов у нас состоятельный человек, владелец недвижимости, чиновник. А Валерия просто домохозяйка. Хочешь сказать, что взорвать хотели Рязанова? Ну, это очевидно. По-моему. Еще раз спасибо вам большое за помощь. И, пожалуйста, примите наши искренние соболезнования. Угу. Подругу, которой Валерия была в гостях перед смертью, объяснила, что та пролила на платье вино, а она просто отдала ей свою одежду. Это все. Ясно. Я проверил звонки погибшей ее супруга за сегодняшний день. Угу. У него 15 звонков, а у нее один. Днем она звонила в компанию Кром, которая занимается установкой и ремонтом сантехники. Да ладно, сантехники. А взрыв же как раз был в ванной комнате. А давай-ка я сейчас пробью эту контору, а адрес мы скинем ребятам. Ну, да, был звонок сегодня по этому адресу. Плохой напор воды в ванной. Я заявку на завтра оформил. Так что можете проверить в конторе. Так а почему позвонили вам и нет правдом? Ну, три месяца назад мы им всю сантехнику меняли. По договору гарантия. Если что сломалось, чиним бесплатно. Угу. Поняла. И когда последний раз из вашей конторы были у Рязановых? Отдать-ка припомнить. Ну, наверное, недельки две назад. Поняла. Спасибо. Всегда пожалуйста. А вы всегда так поздно работаете? А вы? Ну, у меня служба такая. Ну, так вот и у меня служба такая. Ну, понятно. Я установил личности почти всех людей, входивших в подъезд Рязановых. Никто из фирмы по ремонту сантехники Кром в подъезд Рязановых не входил. Но сегодня в 14-19 подъезд Рязановых входил сын Петра Рязанова Дмитрий. 25 лет. Студент. Учится на юриста. Живет с матерью Жиляевой Людмилой. Первая жена Рязанова. Ну, привет, красотка. Привет. О, а тебе, кстати, идет. Отстань. Недостающий штрих, завершающий без того уродливую композицию. Привет, папа. Ну, привет. Ты как? Да не жалуешь. Ну, и слава богу. А как у мамы дела, не хочешь узнать? Не начинай. Ты меня извини, но... Пообедать не получится, вместе мне ехать надо. Ты оставайся, вот. Лера тебя покормит. Петя, а можно я сегодня вечером к подруге схожу? Мы неделю назад договаривались. К какой подруге? К Наташе. А, это толстая такая. Но она уже похудела. Ну, вот и тебе и не мешало бы. Согласен. Ну, килограммы так на пятьдесят. Ладно, только когда вернуть, чтобы дома была. Да, конечно. Все, пока всем. Хорошего дня, Петя. А-а-а. В четырнадцать сорок вышел из подъезда. Ну, а какой мотив у него убивать отца или мачеху? Ну, теоретический мотив есть. Наследство. Правда, большая часть досталась бы супруге Рязанова. Слушай, ну, не верю я, что студент-юрист мог самостоятельно сваргнуть взрывное устройство. Я тоже. К тому же взрывное устройство за двадцать одну минуту установить нереально. Тем более у него в руках не было ни сумки, ни пакета, а пронести в карманах взрывчатку невозможно. Вот. Еще что-нибудь есть? Да. А десерт под финал. Так, а это у нас что за перца? Все входившие в подъезд дома Рязановых – это жильцы, родственники и знакомые жильцов. Кроме этих двоих. Первый посетил дом Рязановых вчера, второй – два дня назад. Обрати внимание, первый входит с полной сумкой, выходит с пустой. Второй входит с объемным пакетом, выходит без пакета. Орлова, кидаю тебе двоих типов. Наша программа их не опознала. Нужно показать фото жильцам дома Рязановых. Смотри, а я выяснила, чем занимается в данный момент районный помитет по градостроительству, который возглавляет Рязановых. Но у них есть, так скажем, очень перспективный участок земли под застройку. Значит, должен быть объявлен тендер. Точно, но в тендере участвует только одна фирма, а остальным претендентам отказали по разным формальным причинам. Фирма называется «Эс Констракшн». Так, сейчас посмотрим, что там за «Эс Констракшн». «Эс Констракшн» – строительная компания. Президент некто Лукин Вячеслав Константинович. Да не некто. Это достаточно известный деятель в узких кругах по кличке Лука. Вам на заметку в конце 90-х проходил по ряду уголовных дел, правда, в качестве свидетеля. В прошлом известна криминальная фигура. Обязательно проверить. Сделаем. Смотрите, сегодня в 14.17 Лукин звонил Рязанову. Прямо перед тем, как тот вышел из дома. На записях камер наблюдения Лукина нет. Слушай, с другой стороны, если они с Рязаном что-то не поделили, то спокойно могу вызвать специалиста. Тем более на записи у нас есть две неопознанные личности. Скажите, Вячеслав Константинович, а вот вы в каких отношениях с Петром Рязановым? В исключительно деловых. Прошу прощения, меня в чем-то подозревают? Видите, в 90-е годы с вашим именем связывали несколько заказных убийств, и во всех случаях были использованы самодельные взрывные устройства. Ну, во-первых, я проходил по тем делам только свидетелям, а во-вторых, зачем мне вообще покушаться на жизнь Рязанова? Ну, как же, вы же хотите получить земельный участок под застройку? Несмотря на то, что ваша фирма первый претендент, комитет Рязанова не спешит принимать решение. Ради ускорения процесса, по-вашему, я стал бы рисковать собственной свободой? Ну, послушайте, зачем вам самому рисковать, как вы говорите, свободой там? Нанять киллера? Ну, да. Майор, а вы? Вы романтик. Если вы позволите, я вас немного просвещу. В наше время не только интерьеры в органах изменились, но и методы воздействия на партнеров. Если Рязанов вдруг начнет совать мне палки в колеса, гораздо удобнее будет использовать экономические рычаги. Ну, хорошо. Хорошо. А как вы думаете, кто мог взорвать квартиру Рязанова? Да кто угодно. Должность у него прибыльная, баб он любит. Да и вообще, мало ли кому дорогу перешел. Ну, и последний вопрос. Кого-нибудь узнаете? Впервые вижу. Олег, Лукин говорит правду. Он расслаблен и совершенно спокоен. Так, я смоделировал взрыв. Взрывное устройство было заложено под ванной. Классно. Ну-ка, покажи. Вот, это детонационный центр взрыва, и я уверен, что сил взрыва не хватило бы на уничтожение всей квартиры. В общем, я просила жильцов дома Рязановых и выяснила, кто же эти ваши неопознанные персонажи. Лови, теперь ссылай данные. Есть, поймал. И кто они? Первый, курьер из интернет-магазина. Приходил к молодой мамаши, принес детские вещи. Второй, любовник. Приходил к дамочке из 23-й. Принес торт. Ну, собственно, она примуженно сознавалась, но когда он ушел, раскололась. Слушай, нет, ну на киллеров они явно не тянут. Я проверил их контакты, ни с кем из фигурантов они не связаны. Да и люди все приличные, никакого криминала. Пусто. Ну что, придется начинать все сначала. Так, мы проверили всех, кто входил и выходил из подъезда дома Рязановых за последние пять дней. Походит, что взрывное устройство было установлено раньше. Ну или, или подожди-ка. Так, это несущая стена, да? Она отделяет ванную комнату от гостиной. Да. Ну, чтобы ее взорвать, понадобился взрыв намного больше силы. Слушай, так может быть, заряд такой мощности выбран не случайно? Может, сам Рязанов решил убить свою жену? А такой заряд выбрал только потому, чтобы в момент взрыва его не задело. Нет, ну я понимаю, что мотив пока не ясен, они в браке всего год жили. Надо проверить взаимоотношения супругов. Слушай, может, квартира застрахована? Давай-ка я проверю. Так и есть, смотри. Несколько месяцев назад Петр Рязанов приобрел страховой пакет элитов, который включает в себя и страховой риск от взрыва. Слушай, так у него и отмазка отличная. Он же сам был в квартире. Кому придет в голову, что взорвать хотели Валерию, а не его? Доброе утро, Михаил Николаевич. Вы всегда неожиданно появляетесь? Добрый, Андрей Владимирович. Я закончил. Ну и что скажете? Смерть Рязановой наступила мгновенно от множественных открытых повреждений внутренних органов. Ну а что-нибудь интересное нашли? Да. Труп сильно поврежден, но мне удалось обнаружить застарелые гематомы. Когда были получены эти повреждения? В разное время. Последняя гематома на лице дня задва до смерти. Возможно, Рязанова была жертвой домашнего насилия. Понял вас, Михаил Николаевич. Спасибо. Я проверил СМС-переписку Рязанова с женой. Очень странно. Вообще никакой лирики. Все сухо по делу. Но зато я нашла один номерок, на который Рязанов очень часто звонил. Номер принадлежит Сиропиной Нине Петровне. А глянь, какая фифа. Ого, модель. Угу, точно. Так все сходится. Я проверил финансовую активность Рязанова за последние дни. Прямо за день до взрыва он купил золотой браслет с бриллиантами. А при обыске квартиры ничего подобного не обнаружили. Так, кидаю операм координаты Сиропина и пускай вызывает на допрос. Проходите. Присаживайтесь. Ничего так тут у вас. Симпатичненько. Угу. Это типа кафе? Типа да. Кофе? Нет, спасибо. Кофе портит кожу. Так зачем я здесь? Вы знакомы с Петром Рязановым? С Петей? Угу. Да. А что? Вы с ним в каких отношениях? Ну, скажем так, в романтических. А что случилось? То есть вы любовники и этого не отрицаете? Почему я должна это скрывать? Да, между нами с Петей есть... тесная половая связь. А в чем дело-то? С ними что-то случилось? У нас с Петром-то все в порядке. А вот Валерия, его жена, вчера вечером была убита. Ее взорвали, пока она была в ванной. Скажите, Нина Петровна, а вас не смущало, что Петр Рязанов женат? А что? Будете читать не мораль? О том, какая ее плохая девочка и как нехорошо поступала? Или вы подозреваете меня в чем-то? Вообще, Петя хотел бросить жену и уйти ко мне. Ясно? Вот посудите сами. Он обещал, что уйдет к вам, что бросит Валерию. Но не делал этого. Выходит, что вам остается только одно. Избавиться от соперницы. Хотите сказать... Боже, это даже звучит глупо. Вы хотите сказать, что это я взорвала Петину жену? Я взорвала. Я взорвала. Смешно. Ну, почему же смешно? Конечно, сами бы этого не стали делать, но нанять специалиста на стороне, вполне могли бы. Все это, конечно, очень романтично. Но, боюсь, не имеет ничего общего с реальностью. В этом мире нет ни одного мужчины, из-за которого я могла бы убить. По крайней мере, пока. Ну? Как там на клиентах? Он в нужной кондиции настроен, агрессивно используя это. Как? Задавай ему резкие, некомфортные вопросы. Не церемонься с ним. Попытайся максимально вывести из себя. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам мало, да? Вызываете сюда без объяснения причин. Держите не знаю сколько. Как вас там зовут? Капитан Орлова. Нехорошо получается, капитан Орлова. Это вы убили Валерию Рязанову? Что? Сядьте. Да вы охренели здесь, что ли, совсем? Я сказала, сядьте. Да пошла ты! Сядьте! Да не убивал я Леру! Я не убивал Леру. Да, возможно, я с ней обращался, но не так, как она заслуживает. Вы ее били? Вы хотите сказать, я подорвал собственную квартиру, убил собственную жена, да? Квартиру вы застраховали. А от жены, возможно, хотели избавиться. Чтобы уйти к любовнице, Нине Сиропиной. Так она сказала. Сучка эта. Бред сивой кобылы. Вика, умница. Могу с уверенностью сказать, что Рязанов хам, эгоцентрик, циник, любитель распускать руки, признает только грубую физическую силу. Но он говорит правду. Жену он не убивал. Что и требовалось доказать. Взрывное устройство самодельное. В качестве компонентов использовались легкодоступные материалы. Серная кислота, ацетон, марганец, перекись водорода, магний. А у тебя что? От взрывного устройства мало осталось. Даже странно. Но кое-что все-таки есть. Смотри-ка, взрыватель был с дистанционным управлением. Взрыв был, и не все, он дистанционно? Я тебе вот что скажу. Аккумулятор держит заряд не более трех суток. Приплыли. Получается, что человек, установивший взрывное устройство, все-таки был снят на камеру с подъезда? Угу, точно. Паша, ты закончила реконструкцию взрывного устройства? Да, Андрей Владимирович. Отлично. Так, а теперь ищем фото и видеоматериалы, снятые под окнами ванной комнаты Рязановых. Время нулю в 10 минут. Наверняка нашлись очевидцы, которые не поленились и сделали запись на мобильник. Да, не привелись еще любители сорвать лишний лайк на чужом несчастье. Есть! Запись сделана через минуту после взрыва. Слушайте, но по нашей части практически ничего нет. дыма, вот разбитое стекло. Стоп! Увеличь. Снизу, справа. Да, смотрите, какой-то человек прячется. Что-то кладет в карман и убегает. Ай, личико-то не видно. А может, это наш взрывник? Дома. Привет. Здравствуй. Не понял? Дима, как это понимать? Пап, мам, сядьте, пожалуйста. Ну, давайте пообедаем вместе. Просто поговорим. Прости, Петь, я не знала, что Дима и тебя позвал. Пап, ну ты, ты все равно теперь один. У мамы никого нет. Мне кажется, это замечательная возможность. Рот закрой свой. Соплик. Понимал бы, что. Папа. Папа. Я не понимаю, почему вы не можете просто поговорить? Смотри, какой разговор состоялся у господина Рязанова. Дим, я все сказал. Что ты еще хочешь? Пап, я правда не понимаю, почему нельзя хотя бы попытаться? Насколько уже можно это обсуждать? Мы с твоей мамой устали друг от друга. Вот это ты можешь понять наконец? Ну, послушай, прошло уже столько времени. Сейчас все будет по-другому. Вы уже не молодые. Тем более, Леры больше нет. Дима, ты упертый дурак. Все. Я не могу больше говорить. Рязанова звонил. Сын Дмитрий. Хочешь сказать желание восстановить семью? Мотив для убийства? Глеб, ну а почему нет? Хорошо. Тогда как Дмитрий пронес взрывчатку и установил? Слушай, ну я понятия не имею. Ну хорошо, ну а из кого нам выбирать? Хорошо, давай начнем сначала. А человек, который пронес в дом взрывчатку, должен был засветиться на камерах видеонаблюдения. Так? Так. У нас на камерах есть Дмитрий, Петр и Валерия Рязанова. Все. Валерия вместе с Петром во время взрыва находились в доме. А ты что делаешь? Я кое-что проверил. Дмитрий ни разу не звонил Валерии, но их мобильники часто пересекались в одних и тех же точках города в последнее время. Что, они тусили вместе? Не знаю. Сейчас поищу записи камер из мест, где они бывали. С Валерией Рязановой в каких вы были отношениях? Она была второй женой моего отца. Слушайте, я вас спрашиваю, лично вы как к ней относились? Она увела его из семьи. Как я, по-вашему, должен к ней относиться? Я не любил ее, скрывать не буду. Да, я не любил ее. Но я ее не убивал. Ох, Дмитрий Петрович. Смотрите. Зачем вы следили за Валерией? А? Я хотел застукать ее за измены. Я хотел, чтобы они расстались. Правда, я не... Я не убивал ее. Мне нужен был компромат. Честно. Да. Угу. Я понял. Сейчас буду. Сидите здесь. Что случилось? Звонил Рязанов. Сказал, в опасности просил о помощи. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Я сел в машину. Двери заблокировались. Я выйти не могу. Это... Бомба! Вот. Надо эти провода. Что будем делать? Успокойтесь! Слышите меня? Успокойтесь, пожалуйста. И медленно откройте капот машины. Пожалуйста, делайте, что я вам говорю. Только медленно. Обзорвется. Все будет нормально. Поверьте. Ты уверен? Открывайте, открывайте. Так, 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 так. А теперь сидите спокойно, ладно? Ребята, помогите. Не шевелитесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Так, а знаешь что? Пойдем-ка сюда. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Куда пойдем? В прямом смысле. Вот так. А Владимир, здесь есть? Значит, приказы не обсуждаются. Оставишься здесь? Ты с ума сошел? Давай саперов вызовем. Давай, да. Только взрывное устройство на паузу поставим, подождем саперов. Давай. Шеф тебя убьет. Лучше пусть шеф убьет, чем здесь на глазах у бабушек умереть. Смотри, давай куда-нибудь подальше их отведи. Тоже мне герой. Не смешно! А я не шучу. Ох, не шучу. Так. Офа. Офа. Доктор едет на беге. Спала лаечкой в руки. Конечно, я не отпут. Все это неприятные sollten. Не шучу, Competition. Можете выходить. Нормально. Можете выходить. Я тебя убью. Понял? Все нормально. Что это? Мы опросили свидетелей, бабушек на лавочке. Они видели, как какой-то мужчина копался под капотом машины Рязанова. Но никакого внимания не обратили, потому что решили, что хозяин сам нанял механик. Словесный портрет есть? Да вообще они ничего не запомнили. Ну что, мотив убить отца у Дмитрия теперь точно есть. Сейчас, когда Валерия мертва, все наследство в случае смерти Рязанова достанется сыну. Мотив есть. Возможности нет. В тот момент, когда подровняка видели около машины, Рязанов-младший был у нас. Это не он. Отлично. Последний подозреваемый отвалился. И кто же убийца? Олег, почему работал без спецкостюма? Ну, потому что не было спецкостюма. Теперь буду возить с собой. Саперов почему не вызвал? Андрей Владимирович, не было времени. Даже если бы был спецкостюм, я не успел бы его надеть. Там все на секунду шло. Орвануло бы и все. Еще раз такое выкинешь, уволим. Да? Понятно. Ну, в смысле, я понял, понял. Теперь о взрывном устройстве. Я правильно понимаю, оно идентично тому, которое было найдено под ванной? Да, только преступник изменил тип детонации. И он сделал от замка зажигание вместо дистанционного взрывателя. Итак, у нас взрывное устройство практически в первозданном виде. Прекрасно, прекрасно. Ну да. Только что здесь прекрасного? А ты ничего не замечаешь? Нет. А я вижу почерк мастера. Причем сантехника. Обрати внимание, пленка, которую часто используют сантехники. Кусок трубы, использованная в качестве корпуса. Фрагмент сантехнического шланга. Помнишь, в прошлый раз ребята удивлялись, что от взрывного устройства практически ничего не осталось? Значит, я принял фрагменты от взрывного устройства за лежащие куски сантехника на полу. Знаете что, Андрей Владимирович, давайте, правда, давайте, увольняйте меня чертям собачьим. Я еще подумаю. Так, Красин Артем Николаевич. Сорок лет не женат. Служил в соперных войсках. По образованию автомеханик. Три года назад потерял работу, переквалифицировался в сантехнике. Создал с тремя друзьями маленькую фирму. Так. Сколько раз он был в квартире Рязановых? Пять. За последние три месяца. Да, что-то многовато. Плохо знает свое дело? Или слишком хорошо знает свое дело? Возможно, он сам провоцировал эти поломки. Подождите, ну зачем? Значит так, нужно искать связь между Красиным и Валерией Рязановой. Возможно, они были знакомы раньше. До того, как фирма Красина стала установить сантехнику в квартире Рязановых. Думаете, любовник? Подождите, я не пойму. Но Красина ведь нет на записях камер с подъезда за последние трое суток. Так, а ты проверила записи с камер на других подъездах? Паша. Есть. Он прошел через другой подъезд за два часа до взрыва. Ну, а дальше очевидно. Подъезд Рязановых он попал через чердак. Наверняка у него был ключ, как у сантехники, от всех подсунных помещений. Нашел. Красина и Валерия Рязанова часто созванивались и обменивались романтическими посланиями в интернете. Правда, больше года назад. До того, как она вышла замуж за Рязанова. Что и требовалось доказать. Привет, пап. Надо встретиться? Нет, нет, никак в прошлый раз. Я сейчас в твоей квартире. Да, приезжай. Жду. В общем, Красина дома не оказалась. Но я выяснила, что он снимает гараж у соседа в дворе. В общем, вскрыл я этот гараж. А здесь полюбуйтесь. А Красин-то, похоже, не торопится избавляться от улик. Видимо, пока не разделается с Рязановым. Подождите, а вы что думаете, что у сантехника до сих пор олюблен жену Рязанова? Я в этом уверен. Других мотивов у него просто нет. Видимо, он, как и наш Доронин, считает Рязанова редкостным козлом. И, похоже, он не успокоится, пока не завершит свое дело. Ой. А на Красина зарегистрирован охотничий карабин. Олег, что у тебя? Рязанов только что вошел в подъезд. Понял. Иду за ним. Дима. Дим. У меня был тяжелый день, и я устал от объяснения отношений, от допросов. Вообще, я очень устал от того, что происходит. Сейчас отдохнешь. А что происходит-то? Как вы здесь оказались. Дима, сын, с тобой все в порядке? Послушайте. Стоять, не двигаться. Ты, 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 мужик, ты будь человеком, сына-то оставь, покойничек. Мужик, будь человеком, сына отпусти. А может, не стоит, а? Яблок от этих яблок недалеко падает. Лера из-за тебя погибла. Должен был сдохнуть. Ты! Сидеть! Хватит. Пожалуйста, не бейте его. Сидеть, кому сказал. У тебя и таких, как ты, все есть. Деньги, власть, женщины. Что вы делаете? Отпустите вы его! За что ты ее бил? Почему ты ее бил? А? Лежать! Дима! Дима! Дима, все, тихо, 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 тихо. Скорую, быстро. Димочка, где он? Убирай, пожалуйста, Дима. Дима, тихо, тихо, тихо. Дыши. Тихо, 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 тихо. Скорая. Дима, под résultи, едимшо, тихо. Дима, я обещаю. Дима, обещаю. Обещаю. КОНЕЦ Андрей, в допросную, срочно! КОНЕЦ Черт! Жив вроде. Марго! Легко решила делаться. Ватку, ватку держите. Вы в порядке? Я все равно жить не буду. Оставьте нас. Вам известно, Красин, что такое ответственность за свои поступки? Я сначала этого гада хотел грохнуть, который Лерге жить не давал, а потом... Я себя все равно жить не буду. Наказать себя хотите, да? Я люблю ее. А чего ж легким путем-то пошли? Наказать себя хотите? Поживите. Осознайте. Как вы проникли в квартиру Рязановых? У меня был ключ. Сделал слепок во время ремонта. Заложил бомбу. Наблюдал с улицы, когда в ванной загорелся свет. Окошко там у них. Приехал Петр, вошел в подъезд. В ванной загорелся свет. Я нажал кнопку. Я не понимаю, как она могла пройти у меня. Ее не было дома. А Леля возвращалась с другой одежды. Может быть, вы ее просто перепутали? Да ты что, издеваешься надо мной, что ли? Я каждую клеточку ее знаю. Она не могла быть дома. Ее не было. Мы установили, что за час до взрыва Валерия отправила вам сообщение. Ты сам думал об этом. Я отвлекся всего на одну минуточку. Это тебе, любимый. Это тебе, любимый! Очень мило. Скоро будем вместе. Субтитры создавал DimaTorzok